Атаха с задней линии. Все от того же Андерсона. Мартыник справился. Урбанов. Да. Не получилось здесь. Европейского. Очень хороший валибаль. Здесь растет Роман Мурашко. Тяжело. Атака Андерсона на двойном блоке. И что? Дотронулись к соседке. Зашевелились просто. Заработала команда. Новосибирский локомотив. Да, стало поживее. Лубурич. А у Лубурича пока не идет. Вот у кого не идет, так вот и у Лубурича сначала второй партии. Должны быть готовы принимающие. Справляется Ивович первым темпом. Клинковский. Не добили до пола. Отыгрался Клюка. И Андерсон в задней линии. Посмотрите, как уронил этот мяч. Гребенников на приеме. Первый темп Якутина. Еще одна атака будет у Зенита. Андерсон. И здесь мяч подняли. Нет, не подняли мяч. Каснулся пола. Прежней ноги Цветана Соколова. Тем временем 4-4. 4-4, да. Клюка подавал. Лубурич. Прикрыли. Прикрыли Лубурича. Как сейчас технично с ним разобрался. Это Мэтью Андерсон. Мэтью Андерсон, да. Без каких-либо сверхусилий. Даже с легкой налетом отличного настроения. Зенит играет. Получается практически все, что сделает Ковалев. Совершенно непонятно, потому что... Конечно, важна подача. Одной рукой вот так принимает Мэтью Андерсон. Переходящий мяч в итоге. И Андерсон не оставляет шансов Антону Семышеву. 19-13. Напомню, в первом сете Зенит уступил 15-20. Увидительный перевес для «Динамо». Мэтью Андерсон по высоте обыгрывает Марка Иловича, который пытается в своей четвертой зоне. На подаче. Перепедников. Доводка не самая лучшая. Снова с первого темпа остались. Зенитовцы. Но Мэтью Андерсон из доигровки и 19-й очко для своей команды добывает. На подачу. Бирюков справился. Ой-ой-ой, как быстро пытается играть Ковальович. Не очень удобно получается провести за Зенит. Еще одна подача. Фри-бол здесь будет. Кому Ковалев даст? Дает Воронкову. Бирюкову нет. Неудачно. И мурашка из четвертой зоны. Тоже закрыли первым темпом. Мельников. Посмотрите. Надо рисковать. Защитить Ковалев-Бребедников. На передаче. Андерсон задней линии. Ну, это какие-то вышибалы с Бирюковым получились. И Бирюков здесь проиграл. В этом эпизоде. Андерсон рискнул. Зарабатывает первый сетбол для своей команды. Ну, здесь, конечно, косменно. Согласен. По крайней мере, то, что я видел. Отличный ход. Находится с Бирюковым. Здесь почему-то без сопротивления. Мурашка вернулся. Два диагонали здесь. Мельников. Говорили мы про второе касание. От Артема Мельникова. Здесь закрыли ход. И на заднюю. Ну, это, конечно, комбинация. Вот это поворот. Ковалев-Бребедников, да? Здесь в защиту успел сыграть. Сейчас еще, смотрите, какое решение принято. По центру мяч летел. Достал его Гребедников. А затем все-таки Андерсон продолжает бороться. Минус один. По-прежнему Зенит немного отстает. Два касания, но после атак новосибирцев делают. И это может повлиять на, на самом деле, на психологическое состояние их оппонентов. На задней линии Мэтью Андерсон. Спорный эпизод. Но 2-3. Мэтт в площадку все-таки проверил, который может решить. Телефод в концовке этой встречи, этой партии. Здесь Мэтью Андерсон. 23-21. Пламенные эмоции выдает. Задней линии Мэтью Андерсон. Один стаечко для Санкт-Петербурга. И не ладится у Новосибирска ничего пока что на блоке. А Марк Урбанов на подаче. Женя Гребедников в приеме. И Мэтью Андерсон хорош. Здесь хорош. Да. Вот ничего не попишешь с ним, да? Он разбирается грамотно. Надо парней подбадривать. Ну это он был? Нет? Нет. Нет. Это была не та подача. Не та. Та подача срывается с оружием. Потому что подача на приеме уверены у Зенита. И тут же. Варанков несколько скромнее. Посмотрим как сейчас. Курсов хорошо принял. Андерсон. Без вариантов. Планирующий. Здесь все. Ну такой вкат аккуратный. Казалось бы, ничего сложного. Егор Клюка. 375 очков. Но при этом Егор сыграл всего лишь в 25 матчах. Здесь переходящий мяч. И Мэтью Андерсон делает счет 9-7. Отличная подача. Переходящий мяч не спешит Мэтью Андерсон. Для того, чтобы вот так красиво организовать три сет-бола Зенита. 24-21. Игорь Кобзер. 13-8. Не самый удачный прием Дениса Богдана. И Мэтью Андерсон наказывает Динамо. Плюс 6 у Зенита. В середине третьего сета 14-8. Благо, вторая попытка у них все-таки была. И здесь. И здесь почти сработали новосибирские принимающие. Семен Кривиченко. Ну, так кто не ошибает, тот не пьет Шампанского, ребят. Ну, до Шампанского еще, пожалуй, далековато. Не знаю, за бронзовые медали там ребята будут праздновать, не будут. Константинов своим подопечным справляется Курбанов с этой подачей Кобзаря. Ну и в защите Полетаев. Как же хорош Виктор сегодня в этом компоненте. Все тяжелые мячи он вытаскивает. Во всех моментах он находится там, где нужно. Браво, Виктор, 3-блока. Я заработал в игре под номером 1. Ну, а это все равно не отменит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На противоходе. Какой неудачный эпизод для Дражина Луборича и всего Новосибирска. Ну, и часть удачи, конечно, в этой атаке присутствовала. Впереди Белогорцев продолжает силовую. И даже он усложняет. Да что ж такое. Не ладится. Не ладится у «Зенита». Но одной рукой все-таки передачку Игорь Кобзарец для Мэтью Андерсона доста. Женя Гребенников на приеме. Андерсон вот так от души, что называется, со всей спортивной злостью вложил в эту атаку. Весь негатив Мэтью Андерсон. Прежде всего на самих себя, я думаю. Семышев на приеме. Подлесных еще раз так же хотел скинуть. Не получилось. Хорошего понемногу. Третье очко подряд набирает «Зенит». 8-12. Но вот это уже интересней. Туда же Андерсон принял. С горем пополам и скинул. Но здесь, конечно, преимущество в росте. За Мэттом Павла Панкова. 198 сантиметров. У Мэтью Андерсона 2-0-2. Ну, плюс прыжок. Рука. Гребенников принял грудь. Попадает Андерсон под самую лицевую. 21-17. Обратная замена у «Динамо». Принимает Егор Плюка. Принимает Егор Плюка. Андерсон 14-12. Вот пока не так заметные доигровщики «Зенит». Процентку увереннее стали чувствовать себя москвичи. Еще одна хорошая подача Белогорцева. Воронков справляется с приемом. Андерсон 18-10. Мурашка. Хитрую подачу придумал, но ее разгадал Воронков. Андерсон 13-10. Да, вот те 7 сезонов за «Казанский «Зенит». И он из «Моденны» пришел в Казань. «Моденны» ушел. Напомню, «Зенит» пришел из первого. 7 очков у Цветана Соколова. В данной минуте 2-2 у нас во втором сете. Андерсон трос немножечко изменил направление полета мяча. И Лаури Керменен хоть и подстроился, но оставить его в игре не смог. 3-2.